Он заметил ее желтое платье еще до того, как увидел ее саму. Оно мелькнуло в дальнем конце конюшни, как маяк в сумерках. Он остановился на миг, решив, что ему показалось. Потом ее белая рука потянулась вверх, и изящная голова Геронтия склонилась на дверь у стойла, принимая угощение. Он ускорил шаг, почти побежал, лязгая сапогами с металлическими носами по сырому булыжнику. — Ты здесь? — Анри? Она обернулась, он обнял ее за талию, поцеловал, дыхая чудесный аромат волос. У него перехватило дух, но он взял себя в руки, вспомнив, что ему предстоит. — Мы приехали сегодня днем. Она уткнулась ему в плечо. — У меня даже не было времени переодеться. Должно быть, выгляжу ужасно. Но я сидела на трибунах, когда увидела тебя сквозь занавес. Я должна была прийти, чтобы пожелать тебе удачи. Она говорила неразборчиво, но он ее и так почти не слышал. Он был оглушен самим присутствием девушки, ощущением ее тела в своих объятиях после стольких месяцев разлуки. — Дай-ка мне на тебя взглянуть. Она сделала шаг назад и стала осматривать его с ног до головы, скользя взглядом по черной фуражке, по безупречной униформе, протянула руку, смахивая несуществующую пылинку в золотого ипалета. Он отметил с благодарностью, как нехотя она отвела руку. Как чудесно, что между ними нет никакой неловкости, даже после стольких месяцев. Никакого кокетства. Само простодушие. Девушка, которая жила в его мечтах, вновь предстала перед ним в оплоти. — Ты великолепно выглядишь, — отметила она. — Я не могу остаться. Мы начинаем через десять минут. — Я знаю. Карусель — это так здорово. Мы видели мотоциклистов и парад танков, но ты, Анри, ты, лошади, безусловно, самая привлекательная. Она бросила взгляд в сторону арены. — Кажется, вся Франция здесь, чтобы увидеть вас. — У вас есть ли, Бье? Оба насупились, несмотря на все их старания, языковой барьер еще сохранялся. — А Бье... Он покачал головой, недовольный собой. — Билет. Билеты. Лучшие билеты. Она радостно улыбнулась, и его недовольство, хоть и короткое, улетучилось. — Билеты есть. Мы с Дитой и Мамой сидим в первом ряду. Им не терпится увидеть, как ты горцуешь. Я им все про тебя рассказала. Мы остановились в Шато-Верьер. — Я не знаю. Она заговорила шепотом, хотя рядом никого не было. — Очень шикарно. Уилкинсы ужасно богаты. Намного богаче, чем мы. — Мило, что они меня пригласили. Пока она говорила, он наблюдал за ней. Ему не давал покоя изгиб ее верхней губы, напоминающий лук Купидона. — Она здесь. Он бережно обхватил ее лицо ладонями в белых лайков. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.